Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 14 февраля и начнем наша сборка, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Она началась у нас вчера после пробития максимальных значений, которые мы видели 9 и 12 февраля. И ближайшие цели по продолжению роста в рамках уже более долгосрочного таймфрейма – это обновление максимальных значений, которые мы видели в начале февраля, то есть уход выше отметки 1.2525. Пока мы торгуемся выше минимальных значений, которые были зафиксированы 12 февраля, именно отметка 22.35, тенденция восходящая в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Пара британский фунт, американский доллар, вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 12 февраля, что также открывает предпосылки для начала роста. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара торгуется выше минимальных значений 12 февраля, а именно отметка 1.3791. С целями движения сначала на 1.4090 и далее уже на 1.4360 пару мы можем увидеть. Пара американский доллар, канадский доллар пока преобладает движение восходящее, но в рамках последних нескольких дней мы видим боковик. И если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.2566, то уже вероятно начало развития нисходящего сценария с целью снижения до 1.2254. Уход выше максимальных значений подтвердит продолжение роста с целями на 2.903. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению находятся в области 106.50 и далее вероятность снижения на 105. Ближайший разворотный уровень для возобновления покупок находится на максимальных значениях 9 и 12 февраля. Это максимум в области 108.74. Пара австралийский доллар, американский доллар перешла в фазу восходящего движения. Этот сценарий мы отмечаем начиная с понедельника и цель роста продолжения более крупного тренда находится в области 81. Ближайший разворотный уровень на текущий день располагается на минимальных значениях вчерашнего дня. Отметка 78.27. На текущий момент тенденция восходящая сохраняется. По паре евро-фунт вчера мы увидели уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы 7 февраля, что в рамках часового таймфрейма нас пока переводит к фазу роста, но для полноценного подтверждения здесь лучше дождаться закрепления выше максимума, который был 6 февраля. Это отметка 89.09. Уже после этого ожидать продолжения восходящего движения по данной паре с целями на 89.80 будет более вероятно. Уход ниже минимума вчерашнего дня. Именно отметка 88.56 откроет предпосылки для дальнейшего снижения на 87.20 и 86.33. По золоту мы также видим попытки восстановления, которые начались у нас также в начале этой недели, и продолжение роста с целью движения на 1357 и на 1379. Возврат к продажам по золоту будем рассматривать после ухода ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 1321 доллара за тройскую унцию. По нефтемарке Brent инденции нисходящего сохраняются. Цель снижения первая – это уход ниже минимальных значений вчерашнего дня, отметка 62 ровно, и далее движение на 55.76. В свою очередь уход выше максимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 63.33, и закрепление за этим уровнем откроет предпосылки для завершения коррекционного нисходящего движения и продолжения роста по нефтемарке Brent с целями на 68.86 и на 71. По индексу DAX на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы находимся больше в фазе роста, в фазе продолжения восходящего движения, но здесь нужно быть аккуратным. После тех событий, которые проходили на прошлой неделе, реакция с американского фондового рынка дала себе знать и по индексу DAX, поэтому на текущий момент за ним нужно следить более внимательно. Важный разворотный уровень для возобновления продаж находится на отметке 12178. 12178 – это локальный уровень на часовом таймфрейме, но более серьезный, располагается на минимуме 9 февраля, отметка 11912. Пока торгуемся выше данных значений, тенденция на покупку сохраняется. Ну и биткоин также продолжает свое восходящее движение. Следующие цели роста – уйти выше отметки 8941 доллар за один биткоин, и дальше уже двигаться на 12700. Возврат к продажам, а значит и продолжение коррекционного нисходящего движения по биткоину будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальной значения у вчерашнего дня, отметка 8341. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, ставьте лайки, если вам нравится это видео. Ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих обзорах.